Всем приятного вечера! С вами снова Дэнн 150. Вы смотрите летсплей на игру Элис Мэднес Ритёс. Да, и это уже далеко не первый летсплей, это уже, по-моему, 26-я часть, вы представляете, да? 26 летсплеев я уже сделал по этой игре и прошёл ещё меньше половины. Вот, и, конечно, что ж, я говорю таким тихим тоном, я ж не хочу, чтобы вы уснули, хотя можно и попробовать, чтобы вы уснули, провести такой эксперимент. Сколько людей уснёт и досмотрит это видео до конца, хотя, каким образом я это смогу узнать, не знаю, но, тем не менее, ой-ой-ой, тем не менее, будет забавно, когда моё видео кто-то хотя бы догрузит до конца, во время приятного сна, из-за моего голоса, да. Ну, ладно. В общем-то, что мы продолжаем свои приключения на Востоке. Нас ждут сказочные события. Одно добро и куча иероглифов, да. Я люблю, если честно, иероглифы. Я люблю то, что непонятно. Иероглифов этих тысячи, если не десятки тысяч. И они, в принципе, так сказать, каждый имеет свою историю, так сказать, своё происхождение. Ну, тем не менее, мне бы интересно было посмотреть, что вообще... Ага, спряталось. Спрятался от меня зубчик. Что значит, вон, те, вон, иероглифы в небе, которые как бы там летают, да? Вот. Может быть, там какое-то тайное послание написано? Или рандомный набор иероглифов? Хотя, не знаю, по-моему, не рандомный. По-моему, какая-то, может быть, даже пасхалочка, связанная с этими иероглифами. Потому что, думаю, вряд ли бы разрабы стали бусывать бездумно какие-то непонятные символы. Но, тем не менее, давайте выбираться обратно. Мы утонули. А, в первой части, Алиса умела очень-таки хорошо плавать. Да, даже умела плавать под водой. А тут... Тут она только прыгает высоко и летает. Разлетает на бабочек. Тут уж она совсем как ТП стала бабочке в животе. Ну, что ты будешь делать? Да, походу, и не только в животе, там, и в ушах, и в носу, и в жопе, там, везде у нее эти бабочки. Судя по тому, как, когда она умирает, они разлетаются все в разные стороны. Ура! Мы свободны! Это как, знаете, как в Сонике спасаете в конце уровня зверюшек, они так радостно упрыгивают, так и бабочки. Фу-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й, с такой радостью разлетаются. Что, наконец, смогли вылезти из ушей, там, из носа, из жопы. Ну, и живота, конечно. А, кайк. Давайте поищем. Давайте секретики. Есть секретики? А, ну да. Ой, ой, как это няшно. Буквально дорога создается прямо передо мной. А, и тут еще дырочка, в которых мы достаточно давно уже не лазили. Наши любимые дырочки. Мы соскучились по вам дырочке. Тут у нас воспоминания и парочку кувшинчиков. Ну, кувшинчики никому не мешали. Воспоминания как-то мне все равно. Тем не менее, каждая дырочка стоит того, чтобы хотя бы в нее пройти один раз. Окай. Осталось вернуться назад, но это тоже, думаю, проблем не составит. Чуть не упали. Новая локация так классно смотрится. Веет духом Древнего Востока. Прям-таки, не знаю, вот я играл на PSP, когда она у меня еще давным-давно была. На TNCHU Shadow Assassins. Как-то так она, по-моему, называлась. В общем, игра-то про ниндзюку, самая последняя еще. Которая выходила на PSP. И там локации, не знаю, как-то вели таким же духом, как сейчас вот эта локация веет. Духом какой-то, не знаю, Древней Японии. Ха-ха-ха. Ну да. Что же. Что это проходит сквозь него? Ну ладно. Что ж, давайте осмотримся вообще, что у нас тут есть. Да, тут у нас секрет. Думали от меня спрятать бумажные вот эти надувные бомбочки. Бумажные, по-моему, или что это? Может быть, не бомбочки. Тем не менее. Бамби, ты достал своим Бэмби. Бамби, Бэмби. Ты меня немножко напрягаешь уже своим именем. Эминем, именем. Слушайте, что если Эминем читается как именем? Йошимицу, привет! Солкалибур, фо, солкалибур файв. Нет, в пятом помнишь, в пятом Солкалибуре. Йошимицу не было. Все? Зато я тебе знаю, что Йошимицу это муха. А, это Астана, да? Или кто? Да. Ох ты ж. Вы еще и блокируете. Блокируйте. Упил. Все, кончились осы. Осы самураи. Я думал, что это будет крутое, мега крутое. Хотя вносит разнообразие, конечно. Может быть, потом они будут сложнее. Тфу-тфу-тфу. Хотя, может быть, чуть-чуть их посложнее можно было сделать, чтобы хотя бы не так именно раскидывать их, как вот самых первых мобов. Оп. Оп. Ой, 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 ой. Нет, 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 нет. О, сейв. Ребята, сейчас был сейв. Да. Так, окей. Что у нас тут? У нас тут пали платформы. Значит, мы все сделали верно. Хотя, в Элис Мэднесс Ретернс, если что-то делаешь, то все ты делаешь верно. Потому что решений других каких-то нет. Нету никаких развитий. О, ура! Снова Ишимитсу. А вот не там. Наглый такой. Значит, только прилетел Алиса, его только увидела и уже дай ему. Значит, ну... Не стыдно ли, а? Говорили, что самураи имеют хорошие манеры. Но, видимо, данная игра лучше знает. Ну, еще одна. Ух ты ж. По идее, сейчас Алиса бы разлетелась пополам. Кухонный нож против четырех мастеров-самураев с катаной, которые еще умеют летать. Кухонный нож победил, и это очень странно. Игра нереалистична. А раз реализма нету, значит, игра отстой. Ну, ладно, конечно же, это опять же сарказм. Все игры отстой, получается, раз в них нет реализма. Ну, помимо какого-нибудь там Гранд Туризма, Баттлфилда 3. И все. Ух ты ж. Еще один Змей Горыныч. Так, давайте вот отсюда мы уверен, что мы допрыгнем. Да, мы допрыгнули. Это шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты меня все равно не сможешь задуть там или поджечь как-нибудь. О, снова дверка так. Ну, конечно же, я забыл совсем, что у нас такая вот хренатинька есть. И этой шнягой можно спокойно разнести любую подобную стенку. А я там чуть не упал. Ну, ладно. Кстати, я знаю, что... Как это делается, потому что я СНОУПУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Этим всё объясняется. Что? Так, давайте спрыгаем. Быстренько. Спрыгаем. Прыгнем. Не знаю, сбегаем. Ну, сбегаем это точно не сбегаем. За секретиком! Сраный секретик. Ну ё-моё, ну что же такое-то делается? Ой, ой-ёй-ёй-ёй-ёй. И каким образом... Ну да, отсюда теперь можно допрыгнуть, в принципе. Так, мы дальше сможем долететь. Да, всё, мы долетаем. Прыг-скок-калийска. Прыг-скок-прыг-скок-кайм-слюф-бук. Ха-ха. Наконец-то мы собрали этот дурацкий секретик, из-за которого мы упали целый один раз. Ой, так. Всё, я спокоен. Летим дальше, летим навстречу мечте. И... Окей, окей. Но, 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 но! Всё, молодец, Алиса! Молодец! Ха-ха-ха-ха. Ну, что у нас тут? Снова весёленькое что-то будет, да? О! Но! Самурай. Аса это... Вообще не красота. По красоте я. О! О! Ну хоть парируешь мои атаки, вот ты уже... Радует. Да. О! Ура! Ура! Ещё один новый враг. Это шикарно. Блин, это правда круто. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Ох ты ж. Какой хитрец. Ой, нет. Пум. Ай. Мне больно, больно. Только 10 FPS. Вы наверняка не слышали этого прекраснейшего хита Адзи Кимона. Вообще великолепно просто звучало в его шикарном исполнении. Его шикарным бархатным голосом. И... В общем-то всё это вообще замечательно. Действительно. Что ж. Но... Лол. Ой. Опять меня ударил. Ну всё, я тебя убью. Убил. Убивал я ос таких, как ты, уже тысячи. А. Это как это. Знаете, мем надо сделать. Убил кучу ос. Вэллис, Мэн и Сритёрнс не могу убить ни одной в жизни. Хотя, в принципе, осы не такие уж и опасные. Но они, заразы, достаточно больно кусаются. Как кусаются? Жалят, точнее. Но тут у них жало, видимо, отрезали. И они пользуются катанами. Что вполне, по-моему, логично. Так как... Представьте, вот летит оса, или она вас жалом тыкнет куда-нибудь. Ой. Ага, вот он ты, пятачок сраный. Или она вас жалом тыкнет. Или... Начнёт катаной бить. По-моему, катана намного круче, оригинальнее и намного опаснее. Можно и голову отрубить. Только как оса будет летать с катаной? Я не знаю. Будет выглядеть, как маленькая такая оса летит, держит здоровенную катану. И в итоге, как будто просто катана летает сама по себе. Зато ос можно будет определять на большой дистанции. И, в общем-то, на данной ноточке... Вон, видели, как я умело перепрыгнул. Я, пожалуй, закончу. С вами был Дэнсто50. Всем пока!